О проблемах современной российской школы сейчас говорят немало. Образование стремительно превращается в набор услуг сомнительного качества, за которые часто нужно еще и платить. Когда-то почетная профессия педагога перестала быть престижной и уважаемой. Учителя общеобразовательных школ перегружены, они вынуждены работать на износ, задерганы бесполезной отчетностью, претензиями начальства и родителей. А учебные программы и пособия, мягко скажем, вызывают вопросы. В учебниках теперь можно встретить такое. Или такое. Или даже такое. Порой формулировки в определениях и задачах ставят в тупик даже взрослого человека. Что уж говорить о детях. ЕГЭ, баллонизация, низкий уровень финансирования, нехватка педагогических кадров и снижение их квалификации перечислять все беды российской школы можно бесконечно. Важно понимать, что сложившаяся ситуация закономерна. Это не цепь случайных ошибок и не козни отдельных одиозных чиновников. Образование, обучение и воспитание всегда и везде заточены под интересы господствующего класса. Капиталисту нужен послушный наемный работник. В буржуазном государстве нет цели дать всем гражданам страны качественное образование, воспитать разносторонне развитого, грамотного человека и творческую личность. Своих детей состоятельная буржуазия отправит в закрытые частные школы. Ограниченный круг будущих специалистов и управленцев пройдет обучение в элитных школах и вузах, куда кухаркиным детям путь заказан. Простонародье будет довольствоваться образовательным минимумом, обильно сдобренным буржуазным патриотизмом и религиозными установками на покорность власти. Кризис отечественной школы во многом определяется и тем местом, которое постсоветская Россия занимает в мировой капиталистической системе. Десятилетиями усиливается зависимость нашей страны от экспорта сырья, за ненадобностью уничтожается наука, снижается доля высокотехнологичного, да и вообще всякого промышленного производства. И даже из отраслей, в которых у нашей Родины когда-то было бесспорное лидерство, все чаще приходят не слишком радостные новости. В этом океане упадка и деградации у школы не могло быть отдельного островка благополучия. Многим уже понятно, что капитализм никогда не даст хорошего образования большинству российских детей. Неудивительно, что наши соотечественники все чаще с теплотой вспоминают советскую школу. Но что же делать? Придаваться ностальгии по прошлому? Терпеливо ждать смены социально-политических условий, надеясь на лучшее будущее? Можно, конечно. Только как быть, если ваш ребенок уже пошел в школу или вот-вот туда пойдет? Смириться? Положиться на репетиторов и платные курсы? Есть другой вариант. Советское образование для ваших детей доступнее, чем вы думаете. Как такое возможно? Сообщество «Сталинский букварь» переиздает школьные учебники и методические пособия 30-50-х годов XX века. Сотни детей уже по ним занимаются. К настоящему моменту полностью переизданы все учебники и методички для начальной школы. Это арифметика, русский язык, чистописание, родная речь, естествознание и другие предметы. Мы предвидим каверзный вопрос, но разве эти книги не устарели? Отвечаем. Фундаментальные естественно-научные знания в рамках школьного курса за это время практически не изменились, как и нормы русского языка. А по содержанию и структурированности материала, четкости, ясности и логичности изложения советские учебники безусловно превосходят современное. 30-е и 50-е годы прошлого века – время расцвета СССР. С этим периодом связаны все наивысшие достижения нашей страны. Тогда же были созданы предпосылки для более поздних успехов Советского Союза. На пике развития находилась и педагогическая наука. Вот почему изданные в те годы учебники объективно лучшего качества. Советская школа выбрала в себя все ценное из дореволюционной гимназии, обогатив этот опыт передовыми наработками и очистив его от идеалистической шелухи. Притом одинаково качественные школьные знания получали все граждане страны Советов, без деления на избранных и простонародье. У детей формировали научное материалистическое мировоззрение. Их воспитывали творцами, созидателями, тружениками и верными защитниками своей социалистической родины. Теперь вы тоже можете приобщить своего ребенка к наследию Советской школы. Сразу хотим сделать важную оговорку. Занятия по сталинским учебникам полностью не заменят государственной системы школьного образования. Однако то лучшее, что было в Советской школьной программе, вы сможете своим детям передать. Да, вам нужно будет потрудиться. Самому стать методистом и педагогом. Но труд этот благодарный. Это и качественное знание для вашего ребенка, и хорошая прививка от антисоветчины, которая нескончаемыми потоками обрушивается на умы наших сограждан. Уникальный опыт самоорганизации есть у наших единомышленников из Екатеринбурга. 1 сентября 2019 года они открыли семейную школу «Орленок», где учителя занимаются с детьми по переизданным советским учебникам. Никто, кроме нас, с вами не сможет сберечь и передать подрастающим поколениям культурное достояние нашей Родины. В одиночку таким большим делом заниматься тяжело. Вступайте в наш информационный партизанский отряд. Присоединяйтесь к сообществу «Сталинского букваря» в социальных сетях. Скачивайте любые книги бесплатно. Задавайте вопросы. Знакомьтесь с опытом и отзывами участников группы. Давайте вместе вернем знания нашим детям. Этот видеоролик был сделан еще до коронавирусной истории. В апреле 2020 года мы стали свидетелями важнейшего события. На наших глазах произошло форсированное введение онлайн-обучения. Мы увидели, что и без того изрядно деградировавшее отечественное образование может стать еще хуже, превратившись в пытку для школьников, родителей и учителей. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая. Сто причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Поставьте себя на место ребенка, когда вы самостоятельно должны 6 уроков новых тем, потом 6 домашних заданий и все письменно, сидя за компьютером. А где нормы СанПИНа? Если бы это все закончилось этими двумя месяцами, мы бы подумали, это страшный сон. И забыли бы об этом, возможно. Но у нас у всех есть четкое ощущение, что это только начало. Политики и чиновники уверяют нас в том, что полного перехода на удаленку никогда не будет. Но сколько разных обещаний мы слышали в последние годы. В любом случае, у нас был еще один повод убедиться в том, что дело сталинского букваря становится только актуальнее. Объединение родителей и организация уроков по советским учебным пособиям Единственная возможность передать детям знания, приобщить их к образовательному и культурному наследию нашей страны. Только мы сами, коллективно, организованно можем это сделать. Как сказал поэт, а наши не придут. Все наши – это мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok